12 комплектов наград разыграли в минувшие выходные на фестивале спорта-прессы. На традиционную эстафету газеты «Советская Чуваша» вновь собрались профессионалы и любители бега. Стройными рядами в начале осени. И так уже в 81-й раз. Правда, за годы колонна стала в разы длиннее. Из первоначального кросса 38 любителей спорта, столько пришло на первый забег, событие переросло в фестиваль спорта и прессы. И уже 14 лет соревнования носят имя лётчика-космонавта Андриана Николаева. Наш Андриан, он всегда был очень трудолюбивым, порядочным, честным, ответственным. И поставил перед собой цель полететь в космос и полетел. Поэтому обращаю внимание молодёжи и школьников, надо всегда стремиться. Надо всегда стараться. И мечты всегда будут сбываться. И всегда вы будете достигать своих целей. Первый командный VIP-забег. Эта традиция одна из самых молодых. Нас старт к первому маленькоатлетическому забегу. В сплочённой команды бегут министры, главы городов и районов, руководители ведомств и предприятий, именитые спортсмены. В спецзабег СМИ заявились две команды нашей телерадиокомпании. Одна радищиков, другая телевизионщиков. И обе вошли в тройку сильнейших. Обычно же все считают, что журналисты, они могут только писать и болтать, а мы ещё и бегать можем. Ну, это приятно. Очень радует, что наше радио, наше национальное радио Чувашии смогло занять второе место. Мы, к сожалению, не смогли победить цивильскую команду. Ну, цивильские ребята, правда, молодцы. Они очень быстро бегают. В пьедестал разделили представители всех направлений СМИ республики. Газетные, радийные и телевизионные журналисты. Для нас это всегда традиционно. И то, что практически все наши издания, как одни, вышли на старт, это говорит о многом. Мы тоже стремитесь всегда быть первым. Не только в основном плане, но и в человеческих качествах, и по жизни. Эстафетные забеги провели в 16 группах. Среди спортивных семей, школ, вузов, муниципальных рабочих. По просьбам участников в этом году выделили группу 60+. Пять этапов по 400 метров после первого круга уверенно лидировала команда Союза пенсионеров. Догнать их не удалось никому, и финишную черту они пересекали с солидным преимуществом в 15 секунд. Все пятеро из Новочебоксарска. В разных местах работаем. Сначала все трое работали на Кимпроме, потом уже на пенсию вышли, кто остался. Я в спорткомплекс перешла, он в водоканали. В водоканал, коммунант, все эти работы, да? Да, в пенсионеры. Пенсионеры? Да, на соревнованиях встречаемся, на тренировках. Всего разыграли 12 комплектов наград, а общее количество участников в этом году превысило 1200 человек. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.